День военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2023 году он приходится на 30 июля. Военно-морской флот как самостоятельный вид Вооруженных Сил Российской Федерации складывался с конца XVII века до начала XX века. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Первой постоянной группировкой Отечественного военно-морского флота стал Азовский флот, который был сформирован из кораблей и судов, построенных зимой 1695-96 годов. Он предназначался для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов. 30 октября, 20 октября по старому стилю 1696 года, Боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам быть», что стало первым законом о флоте и официальным признанием его основания. Во время Северной войны 1700-1721 годов был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. Первые боевые корабли для него строились в 1702-3 годах в устье реки Сязь на Ладожском озере и на реке Свирь. В 1703 году была заложена база русского флота на Балтике – Кронш-Лот, позднее Кронштадт. В ходе Северной войны определились основные задачи флота, перечень которых остается практически неизменным до настоящего времени, а именно борьба против военно-морских сил противника, борьба на морских коммуникациях, оборона своего побережья с морского направления, содействие армии на приморских направлениях, нанесение ударов и обеспечение вторжения на территорию противника с морского направления. Удельный вес этих задач менялся по мере изменения материальных средств и характера вооруженной борьбы на море. Соответственно, этому изменялись роль и место отдельных родов сил, входивших в состав флота. До Первой мировой войны 1914-1918 годы основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период Второй мировой войны 1939-1945 годы эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки. До Первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска, морская пехота и береговая артиллерия, существовавшие с начала XVIII века, в организационном отношении в состав флота не входили. В 1906 году зародилась и стала развиваться как новый род сил ВМФ – подводные силы. В 1914 году были сформированы первые части морской авиации, которая в 1916 году также приобрела признаки самостоятельного рода сил. Окончательно ВМФ как разнородное стратегическое объединение сформировался в середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ организационно вошли морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны – ПВО. В период становления регулярного флота России его организационно-штатная структура и функции были нечеткими. В 1717 году по указу Петра I для повседневного управления флотом была сформирована Адмиралтейств коллегия. В 1802 году образовано Министерство морских сил, впоследствии переименованное в Морское министерство и просуществовавшее до 1917 года. Органы боевого оперативного управления силами ВМФ появились после Русско-японской войны 1904-1905 годы с созданием в 1906 году Морского генерального штаба. Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны. 15 января 1938 года постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого образован Главный морской штаб. Постоянные группировки сил на морских театрах складывались по мере решения российским государством исторических задач, связанных с приобретением выходов в мировой океан, включением страны в мировую экономику и политику. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая 1703 года, Каспийская флотилия с 15 ноября 1722 года, а флот на Черном море с 13 мая 1783 года. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались на временной основе или, не получив значительного развития, периодически упразднялись. Нынешние Тихоокеанские и Северные флоты в качестве постоянных группировок существуют, соответственно, с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года. Наибольшее развитие флот получил в середине 1980-х годов. В это время в него входили 4 флота и Каспийская флотилия, в составе которых было более 100 дивизий и бригад надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты национальных интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами. Поддержание военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражение агрессии с морских и океанских направлений. ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие Российской Федерации, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляются заходы кораблей и судов в порты иностранных государств. Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Анатольевич Евменов. На протяжении всей своей истории флот играет важную роль в судьбе России. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Ганготе, ныне полуостров Ханко в Финляндии, Тендре, Синопе, в Чесме. Важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн. История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра Первого. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержана русским флотом 27 июля 1714 года победа в сражении при Ганготе в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Это событие торжественно отметили в Санкт-Петербурге. Празднование продолжалось несколько дней. В своем указе Петр Первый повелел ежегодно 27 июля отмечать День Гангутской Победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником военно-морского флота. Позже празднование Победы ограничивалось только торжественным молебном. В середине XIX века традиция времен Петра Первого возродилась. 27 июля стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты. Праздник День военно-морского флота в СССР впервые отмечался 24 июля 1939 года на основании постановления Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков от 22 июня 1939 года, которым он был установлен. До 1981 года военные моряки ежегодно 24 июля отмечали профессиональный праздник. В октябре 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР дата празднования была перенесена на последнее воскресенье июля. С первых лет после официального введения День военно-морского флота является смотром достижений отечественного военного кораблестроения, успехов личного состава ВМФ в боевой подготовке. В этот день организуются торжественные построения личного состава, парады кораблей, театрализованные представления, водно-спортивные праздники и другие мероприятия, парады военных кораблей в этот день проходили ежегодно, начиная с 1939 года и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны. В новейшей истории, согласно указу президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года, День военно-морского флота установлен как памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации. Дата празднования осталась прежней. До 2017 года он отмечался только в главных базах флота «Астрахани», «Санкт-Петербурге», «Североморске», «Севастополе» и «Владивостоке» и не носил статуса общероссийского мероприятия. В 2017 году по поручению президента впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге был проведен главный военно-морской парад. По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов это событие можно было сравнить с парадом победы 9 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие было призвано возродить главные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана. Спасибо за внимание!